Ну что, продолжаем обсуждать какую-то математику. Смотрите, у нас сегодня на самом деле, ну так, предыдущая лекция, прям скажем, была такая, немножко расслабленная. Я рассказывал в основном про знакомые вам вещи, скорее всего, по крайней мере, многие этих вещей, скорее всего, мы были знакомы. Сегодня начнется, ну, не жесть, но начнется что-то новое. Мы будем обсуждать, мы будем обсуждать то, что называется логика высказываний. В общем, начало математического. Давайте. В общем, от логика, это отдельная большая наука. Я совершенно сейчас не претендую на то, что мы как-то в нее будем сильно погружаться. Я не специалист в логике. Это как бы, есть отдельные люди, которые диссертанты про мотовое пересчищают. Но я буду рассказывать про то, что нам понадобится в курсе. Вообще, ну, как бы, нам нужен некоторый математический язык для того, чтобы на нем было проще нам проверять истинность высказываний, истинность всяких утверждений, доказывать всякие разные утверждения. В общем, на этом языке удобно думать. Он нам помогает думать. Но прежде чем он нам будет помогать думать, нам нужно будет инвестировать какие-то довольно существенные усилия в то, чтобы его освоить. Тут ничего не поделаешь, но реально это вот одна из главных целей, который нашел кулус, это вот немножко поосваивать этот язык. Мы начинаем с простой штуки. Мы начинаем с высказываний. Опять же, я не буду давать никаких формальных определений. Когда мы приходим в такие основания математики, с формальными определениями становится трудно. Там можно вводить оксоматику формальную, можно вводить. Короче, я не буду это делать. Значит, я просто скажу, что мы будем называть высказыванием какое-то утверждение, как правило, про какие-то математические объекты. Ой, нет, а можно? Про какие-то математические объекты, которые, может быть, истинного, может быть вложен. А значит, высказывание, утверждение, которое, может быть, истинно влевожено. Ну, то есть, что это означает, может быть, истинно влевожено? Это означает, что как бы осмысленно задать такой вопрос, истинно оно или вложено. Ну, давайте я приведу несколько примеров. Ну, например, три простое число. Вот он, например, высказывание. Я его помещу в кавычки просто, чтобы отделить от остального текста. Вот высказывание. Три простое число. Это истинное высказывание влевожено. Да. Это истинное, понятно, что истинное. Делать столько на себя и на единицу. Другое высказывание. У нас тут просто число, конечно. Я пока ничего не доказываю, я пока привожу примеры. Значит, если вы... То есть я не буду доказывать теорему о том, что простых чисел на самом деле бесконечно много, но, как бы, правда, что простых чисел бесконечно много. Сходите, можем потом обсудить. Значит, но мы знаем, что множество простых чисел на самом деле является бесконечно, поэтому мы это высказывали в общем. Ну, хорошо. Давайте такое высказываем. Любое просто... Значит, любое... Сейчас, дайте я подбрежу, чтобы сформулировать вам правильно. Еще двух. Представляется в виде суммы двухпросых чисел. Значит, вот такая штука. Это высказывание? Оно истинно или ложно? Не знаю. Надо проверить. Речь только про числа больше двух. Поэтому даже не считается. А, единица? Нет, единица непростая. А, я понял, да. Единица непростая числа. Не считаю. На самом деле, смотрите. Эта штука, это вот высказывание, ну, во-первых, это высказывание, про него смысл задать вопрос, истинно или ложь. В виде суммы двух, наверное, различные. Различные? Дайте, дайте я проверю. Нет, просто в виде суммы двухпросых. Ну, если что, это открытая проблема. Никто не знает, истинно оно или ложное. Ну, вообще, такие задачи про числа довольно часто такое бывает, что есть какое-то утверждение, которое, вроде как, формулировки очень просто и понятное, но при этом это открытая проблема. Ну, вот, никто не знает, истинно это утверждение или ложное. Что два плюс два. Я взял прямую. Вот. А, то есть я к чему? К тому, что вот можно сформулировать высказывание, про истинность или ложность которого мы, в общем, ничего не знаем. Но, тем не менее, тоже высказывание, про него, по крайней мере, смысл задать вопрос, истинно оно или ложное. Значит, здесь будет неизвестно. Ну, хорошо, давайте задам еще какой-нибудь вопрос. Допустим, вот еще какое-нибудь такое утверждение. n – простое число. Вот это высказывание или нет? Вот это не высказывание. В отличие от предыдущей штуки, по которой мы не знаем, истинно оно или ложное, вот эта штука, n – простое число, высказыванием не является, потому что, ну, как бы, про него бессмысленно задавать вопрос, истинно оно или ложное. Потому что, ну, зависит от того, что такое n. Если она – это какая-то переменная, в которой можно поставлять разные значения, то зависит от того, какое значение мы ей присвоим. А вот эта штука не является высказыванием, а она является, как мы попозже выясним, является другая штука, называется продикатом. Про продикат мы сегодня еще поговорим. Я его привожу здесь просто, чтобы сказать, что вот как бы не любое предложение является высказыванием. Высказывание – это то, что смысленно задать вопрос, если оно навело. Соответственно, как правило, какие-нибудь теоремы, которые мы формулируем, это высказывание. Мы хотим, в конечном итоге, узнать, если это теорема, мы хотим ее доказать, мы хотим с помощью каких-то рассуждений, опираясь на какие-то аксиомы, опираясь на предыдущие доказанные утверждения, как-то доказать, что данное высказывание является истинным. Хорошо. В процессе всех этих рассуждений мы будем пользоваться. Возможности доказать высказывание в основном, это сказано для нас, то есть, грубо говоря, это сказано может быть его истинным и его ложным, но мы не можем его доказать. Да, это вы как бы делаете шаг в сторону прям вот серьезной модлогики теоремы Гёделя о неполноте, о том, что на самом деле бывают высказывания, которые невозможно доказать, но при этом невозможно доказать их отрицание, то есть невозможно их опровергнуть. Теоретически такие высказывания обязаны существовать по теореме Гёделя, но я совершенно не хочу, я хочу в эту область углубляться. Мы с таким, ну, как бы, я не знаю, может быть, мы с таким и столкнемся, в том смысле, что, может быть, кому-то придет в голову высказывание, которое будет таким недоказуемым и неопровергаемым. Но я постараюсь не включать такие утверждения в экзамен, поэтому я надеюсь, что мы с этим не столкнемся. Давайте поговорим про операции с высказываниями. Можно из существующих высказываний сделать новое. Значит, вот смотрите, какие есть операции с высказываниями. Во-первых, если у нас есть два высказывания, допустим, А и В, это какие-то два высказывания. Можно определить следующие штуки. Можно определить такое высказывание. А, давайте вот так вот я напишу, такая вертикальная галочка, значит, читается как А, И, Б, или вот эта галочка еще называется конъюнкцией. Значит, невозможно запомнить, кто из них конъюнкция, кто дизюнкция, но кажется так. Верняши все, кто знает. Значит, конъюнкция или логическая И. Логическая И. Это означает, что вот это высказывание, оно состоит в том, что верны оба высказывания, и А, и В. Значит, это некоторое новое высказывание, которое гласит, которое утверждает, что А истинно и В истинно. Дальше. Бывает такое, значит, если есть И, то должно быть и или, и вот такая штука, пишется как А или Б. Соответственно, вот этот вот значок, главное, что вниз, называется бельюнкцией. Соответственно, это новое высказывание, которое говорит, что хотя бы одно из двух высказываний, А или В истинно. Значит, или Б истинно. Или они оба истинно, это тоже поискот. Надо сказать, что здесь вот это логическое Илья не совсем соответствует тому Илье, которое мы часто используем просто в естественном языке, потому что, когда я говорю, что я пойду на лекцию или лучше погуляю, то это не означает, что оба из подтверждения могут быть верны. А мы подразумеваем, что довольно часто в естественном языке Илья является исключающим. Не допускают тогда оба. Оба утверждения истины. Но вот у нас в математике операция Илья, логическая Илья, она подразумевает, что хотя бы одной из двух подтверждений верны или оба утверждения верны. Да, слова истинны, верны, корректны и так далее, они все синонимы. Да, еще одну штуку надо сделать. Есть еще одна операция, которая называется отрицанием. Значит, она обозначается вот такой вот, как бы, не знаю, как уголочком. Вот такая вот штука называется не-а. Эта операция называется отрицанием. И утверждение не-а означает просто, что утверждение а не верно. Вот это вот такое вот новое высказывание. Высказывание а не верно. Это три операции, которые нам понадобятся. Нам на самом деле понадобится еще одна важная операция, но я про нее поговорю, когда мы к ней придемся. Которая стрелочка? Да, которая стрелочка. Сейчас вот буквально через 10, вот о нее дойдем. Ага, значит... Дойдем в свое время. Да, давай. А, является новым высказыванием? Да, является новым высказыванием. Да, вот это все, как бы, вот эти вот все результаты вот этих вот операций, это какие-то новые высказывания. То есть, ну, например, давайте я приведу к примеру. Допустим, вот такое высказывание. 3 простое число и, допустим, 6 делится на 5. Да, вот мы можем сказать, что у нас было два высказывания. Одно высказывание вот такое, вот высказывание 3 простое число. А другое высказывание вот такое, 6 делится на 5. И мы из них составили новое высказывание, которое являются как раз их каникулами. То есть, вот это вот высказывание, которое я написал, оно истинно или ложно? Ложно. Почему оно ложно? Потому что неправда, что 6 делится на 5, а поэтому мы потребовали, чтобы оба высказывания были истинными. Поэтому из-за того, что второе высказывание ложно, у нас все вот это вот составное высказывание тоже ложно. Хорошо. Давайте, значит, вообще есть такие стандартные штуки, которые называются стаблицами истинности. Дело в том, что вот здесь у нас написана вот такая вот какая-то формула. Даже если мы не знаем, что означают эти высказывания А и В, мы все равно, если мы знаем, истинно они или ложно, мы можем понять, истинно ли ложно, вот это вот составное высказывание. Собственно говоря, это и есть те самые правила логики, которые нам пригодятся. И компактные эти правила логики выписываются в виде, или исходить от определения этих операций, значит, компактно они выписываются в виде называемых таблиц истинности. Значит, выглядит это так. Значит, вот у нас есть, допустим, у нас есть высказывание А, и есть высказывание не А. Значит, высказывание А может быть либо истинным, либо ложным. Если высказывание А истинное, то высказывание не А, то есть утверждение о том, что высказывание А является ложным, является в свою очередь ложным. И наоборот, если высказывание А ложное, то высказывание не А, отрицание А является истиной. Значит, вот самый простенький таблиц истинности, который можно представить. Таблиц истинности для отрицания. Можно посмотреть более сложный пример. Это просто уносить два высказывания А и Б. Соответственно, для двух высказываний, для А и Б, могут быть разные комбинации истинности и ложности. Может быть такое, что они оба истинны, может быть такое, что А истинно, а Б ложно. Может быть наоборот, А ложно, а Б истинно, а Б ложно истинно. А может быть так, что они оба ложны. И, например, у нас есть изъюнкция, есть комьюнкция. Давайте заполним первый столбец. Значит, А, дизюнкция, Б, то есть это или. Значит, первая строчка у нас будет истинно, естественно. Во второй строчке истинно, 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 ложно. Значит, дизюнкция ложна только тогда, когда оба ее операнда, оба высказывания, которые в нее входят, ложны. У нас конъюнкция все наоборот. Она истинна тогда, когда оба операнда истинны, а ложны во всех остальных случаях. Значит, вот такие объезды истинности можно в принципе, можно описать более сложные формулы, можно описать более сложные высказывания. И, в принципе, можно так же проверять, какие ситуации они истинны, какие ситуации поняла. Ну, в данном случае, да. Есть операция дизюнкция, например, и у нее есть два операнда, это то, что в нее можно подставлять. давайте поговорим давайте поговорим еще про преобразование выражений преобразование логических поражений ну по крайней мере про некоторые вещи поговорим во первых мы верим вот такую штуку что если у нас есть какое-то высказывание а мы на него обновить и отрицание сделали высказывание а потом на эту штуку снова навесили отрицание двойное отрицание отрицания сокращаются друг друга двойное отрицание просто то же самое что это очень не совсем очевидная штука ну то есть 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 нет раздел математики которые не верят в это утверждение интуиция интуиционистская логика но мы будем верить в частности эта штука позволяет нам доказывать всякие утверждения противно мы предполагаем что не а приходим противоречия демонстрируем что неправда что не а и таким образом делаем вывод что на самом деле исходы нашего утверждения а было верно доказательства противного основаны на самом деле на вот и вторая штук которая мне нужна это отрицание до конъюнкции дизъюнкции я говорю что неправда что верно хотя бы одно из двух утверждений а а или б а что это означает не правда что неправда что хотя бы одно из этих двух высказываний верно да но я хочу как раз чтобы из правила даморгана как вы поняли откуда откуда они берутся если мы говорим что а вот это вот утверждение утверждение а или б неверно это означает что оба высказывания а и б должны быть сложно потому что если хотя бы одной из них истина то тогда вот эта штука истина для того чтобы эта штука была бы не истиной мне нужно чтобы они оба были ворс я могу записать такого не правда что а и одновременно с этим неправда чтобы не а и не бы как вы смотрите работа своего рода раскрытия скобок вот я раскрыл скобки и в результате этого раскрытия скобок у меня теперь у меня отрицание приклеилось каждому из высказываний а конъюнкции да давайте да давайте это хорошая вот такая вот галочка она же или она же дизъюнкция а вот такая вот ну и там можно эту аналогию формализовать знаете я я пару дней назад мне кто-то из читателей написал что это неправильно отображаются на ipad и оказалось что я там в некотором месте когда писал код который там определяет формально отображать он принимает решение пытается понять узкий экран или широкий и вот этот код там в некотором месте там есть некая тонкость он работает не правильно и прислал мне правильное решение а потом оказалось что я неправильно короче говоря общее правило такое лучше поставить скобки если сомневаетесь я не знаю как принято какой приоритет операции принято использовать так что я наверное наверное отрицание все таки приоритетно то есть наверно если бы я здесь не писал вот этих скобок то вот это выражение вот но я лучше без страховатый патрика наставить скобки дешевые целый склад смотрите отрицание подтверждению а и б что означает неправда что оба утверждения верны его неверны и ватт номер либо другое записать не а или не п а то что вы хотите еще третий вариант написать нужен ли он да поскольку или автоматически обрабатывать случаи когда оба эти высказывания верны ничем больше приписывать не нужно едем дальше да справедливо замечено вот эти вот штуки и помню последние два равенства или все три равенства называются таком методом хорошо да ну не надо сказать что мы можем конечно комбинировать вот я написал для двух для двух высказываний на принципе ничто не мешает нам написать форму устрема высказывания допустим вот такую и навесить отрицание и тогда все галочки перевернутся можете внимательно посмотреть на то как это работает она действительно так обобщение на несколько ну хорошо это все было это на самом деле все были три точки алгебра высказывания на это в общем а сейчас будет веселее смотрите высказывание которые имеют такой зверь прадикат прадикат это как бы такое утверждение которое зависит от перемен или от давайте я один из примеров прадикатов у нас уже был прадикат н простое число давайте как-нибудь давайте его обозначим давайте обозначим через прадикат н простое число хорошо все работало пока работала хорошо сейчас секунду все сломалось но может быть мы сейчас почти не пока работает простое число заметьте что высказывание я обозначал просто буквами а вот так вот какая-то буква а потом в скобочках это обозначение похоже на обозначение функции можно думать что такие функции значения это либо истинно либо ложь предикат либо истинно либо ложь вот у меня вот эта вот штука n простое число она сам себе не высказывает а сам себе непонятно если у нас предиката появляется значение она становится предикат превращается после постановки превращается в высказывание и это высказывание оказывается либо истинно либо ложь например п от трех это истинно либо истинно то есть как бы можно думать о том что п от трех принимает значение истинно то есть как бы такая функция п от трех равняется и или допустим п от четырех это ложная высказывание п от четырех равняется ложь понятно как это работает да то есть мы просто вместо переменной подставляем то значение которое здесь написано получаем уже какое-то конкретное высказывание про него мы уже можем задавать вопрос да да даже не нравится как бы всегда вопрос ну зачем вам Когда я говорю, что что-то является либо истинным, либо ложным, я по смыслу это не означаю, что мы знаем, если оно или ложно. По крайней мере, осмысленно задать такой вопрос. Давайте какой-нибудь еще продикат сделаем. Например, у продиката может быть не... У нас был продикат про простоту. Давайте я сейчас сделаю продикат E от N, который мне сейчас пригодится. Это утверждение, что N четно. Буквы, которые я сейчас выбираю, для того, чтобы продикат обозначать, они совершенно в голову висел. Это не какая-то общепринятая конверсия. Мне просто нужны какие-то буквы придумывать. У продикатов может быть несколько аргументов. Например, можно рассмотреть продикат. Код D, M, N, который будет обозначать, например, N диалекционарий. Это продикат с двумя аргументами. Вообще, когда определяется продикат, подразумевается, что у него есть какая-то область определения. То есть подразумевается, что у нас есть какое-то множество, которое является допустимым, из которого можно брать элементы для того, чтобы поставлять вместо перемен. Ну, например, вот когда я сформулировал вот этот вот продикат, P от N, N простое число. Здесь N обязательно число, ну там, натуральное. Бессмысленно задавать вопрос про истинность, допустим, если я спрошу, правда ли, что P от 3,4. Десятых. Истинная долина штука. Ну, вопрос не имеет смысл. Не определена простота для чисел, не являющихся нормальными. Поэтому в данном случае мы просто скажем, что у продиката есть область определения. И в данном случае у продиката P область определения такая, что N обязательно натуральные числа. Соответственно, у продиката, допустим, D, N, N, ну мы можем сказать, что... Ну, окей, на самом деле определимость можно спрашивать не только про натуральные числа, можно спрашивать про любые целые числа, но там нужно, чтобы N было не нулем. это целые числа кроме нуля можно было бы ограничить как правило понятность протекста какого образования продиката но если надо можно уточнить что с продикатами можно сделать экологические операции ну потому что когда мы подставляем значение продиката получаем высказывание и например например можно сформулировать такое утверждение допустим у нас есть высказывание если у нас принимает конкретное значение вместо вставляем конкретное число а то как вот эта штука превращается в высказывание вот эта штука превращается в высказывание но и стала предстоит значение истинно и ложь а значит вот то что получилось это тоже высказывание перемен и утверждение истинность которого зависит от перемен это не ну как бы да да не высказывает можно было бы думать что это не высказывает ну окей мы могли бы как бы договориться что все вещественные числа не являющиеся натуральными допустим не являются простыми по определению мы могли бы придумать мы могли бы ввести такое определение и тогда бы когда бы когда бы вот эта штука бы приобрела капать ну как бы в рамках ну а нет потому что тогда бы ну понимаете тогда мы могли бы сказать вот что число бывает простыми составных поэтому тут все-таки как-то лучше лучше ограничиться с какой-то область определения и дальше ограничиться с какой-то область определения чтобы ваше утверждение вы имели бы понятный смысл вот хорошо да вот смотрите вот эти вот этот предикат ТАТН кстати а что вы про этот предикат можете сказать что она что-то проверяет там есть ли двойка или нет да если два то правда есть да то есть оказывается что вот этот предикат как бы его значения такие же а как значение предиката просто n равно 2 на самом деле это эквивалентный предикат потому что двойка единственное число для которого это что-то верно единственное четное простое число вот ну и так на самом деле будет часто происходить что мы записываем один какой-то предикат допустим сложный а потом мы понимаем методом смешения а мы понимаем что на самом деле это предикат который например что-нибудь проста окей смотрите значит еще один способ как можно создавать новый предикат из старых это вот если у вас есть допустим у предиката два аргумента как вот здесь это мы из него можем мы можем поставить одно из например если поставим значение обоих переменных то получим уже высказку если поставим значение только одной переменной мы получим новый предикат который зависит от других ну например например вот допустим я сделаю такую штуку д тут главное не ошибиться допустим вот такая вот штука d2n это что за предикат такой да это это просто утверждение что n делится на 2 то есть попросту говоря это утверждение о том что n черно то есть это получился предикат е какой то способ как можно изготовить новый предикат существующего подставить в одну из позиции какое то какое то значение получается что у этого переменной 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 осталось все снова предикатство в данном случае оказался совпадающим с ядом сейчас смотрите вот у меня был предикат который я определил вот так вот я использую вот это обозначение это не новый предикат а это вот тот предикат который у меня уже будет значит я здесь например в рамках этой лекции я стараюсь сделать так что я какую то букву определил то я дальше понять за нее это то значит не всегда получается делать сейчас так окей ну хорошо все тоже были цветочки все будет интереснее есть такая штука вот смотрите вот я написал вот этот предикат предикат p от m 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 значит этот предикат проверяет что число m является одновременно простым и четным и так если вы впервые в жизни слышите про простые числа то то вообще для вас может быть не очевидно вообще бывает такое что число четное при этом простым все четные числа делятся на два значит что хоть не древиальный делитель то у них точно должен быть возникает вопрос а правда ли что вообще есть ли хоть одно такое число для которого это утверждение верно в данном случае ответ да есть но что я хочу сказать что этот вопрос если нам дан какой-то предикат правда ли что есть какое-то значение переменной или теременно которая в этот предикат входит при котором этот предикат верен это осмысленный вопрос и ответ на него может быть либо да либо нет то есть не словами если мы переполнили этот вопрос как утверждение это будет какое-то высказывание то есть я хочу сказать что существует вот у меня сейчас есть такое высказывание существует такое n существует такое n что одновременно p от n и r то есть это не некоторое высказывание а в данном случае его значение истинно ну что я хочу сказать у нас есть любой продикат допустим в отличие от одной переменной мы можем про этот предикат задать такой уж типа вопрос правда ли что этот предикат оказывается истинно выходит для какой-нибудь выходит для какого-нибудь значения перемен а обеспечения а а а а а а а а а у меня ограниченное количество утверждение существует такое эта штука это высказывал это что которую стать и получилось она не приди к в нем нет как бы внутри не высказывание про какое-то про какой-то смотрите у меня был какой-то продикат он зависит от переменные зависимости от того какое значение у меня истинность этого продиката может меня на новой он для дыма у него теперь я буду смотреть вот такую вот штуку а утверждение о том что существует такое что с от н истинный пример выше у меня было существует такое что одновременно являются простым и я говорю что существует такой вот вся вот эта штука является высказываем мы можем задать вопрос правда это или нет а вот и в общем случае работает точно так же если у меня был какой-то продикат если я спрашиваю существует ли такое значение перемены при которой этот этот продикат имеет значение истинно получилось вот там вот эта штука она уже не продикат она мы можем про не рассказать истинно истинно она не могла задать вопрос правда да ну вот как бы вот то что она переменная она существует только внутри вот этого вот поражения и мы не можем сюда вместо от н поставлять что хотим было бы бессмысленно вот если бы я вот в этой вот штуке вместо н поставил на какое-то число допустим три да вот эта вот штука вообще потеряла бы всякие всякую всякую претензию на смысл правда ли что существует такая тройка что я с от тройки истинно не имеет смысла поэтому вот сюда я не могу подставлять значение поэтому вот то что у меня получилось это какое-то конкретное выставлено да ну вот здесь вот мы вот как бы вот вот эта вот штука вот это вот что у нас этого этого я определяю на самом деле такую операцию с прадикатом значит это называется навешивание обозначение которое позволяет записывать все пишут в холодка существует такой а что существует и тут это редкий редкий случай когда запомнить легко потому что если вы перевернете что будет буквой те от слова потому что это вопрос правда ли что существует такой а окей можно было бы определить а ну поскольку я в общем виде горе не говорю почему а значит что такое предликация а значит я и не написал я не знаю как он его будет значить но и значит как правило зависимости либо либо контексту понятно это значение либо это значение действительно пишут прям вот что такое направленное что давайте давайте проверим как работает вот например у меня есть существует такое м что проверяет что как видите у нас не возникла проблема у нас не возникла проблема сказать что вот эта штука или а тыс потому что мы можем предъявить какое-нибудь простое число и показать что это просто истинная высказка значит этот значок называется плантером существования хорошо давайте еще одно что мы делаем смотрите ну хорошо можете привести пример какого-нибудь вот такого утверждения смотрим существования которые не являются существует такое число которое одновременно едается простым и имеет 4 давайте да а значит существует довольно довольно нетривиальная штука но вполне себе вот это вот то что написано вот здесь это какой-то партика про каждый конкретный я могу спросить вот этого верно или нет а когда мы написали вот такую что мы получили некоторые высказывания которые оказалось ну давайте считать что у меня натуральная и тогда все будет хорошо когда я навешиваю партика переменная из прадиката исчезать получается давайте еще один план мы введем смотрите есть еще такая штука значит это в некотором смысле обратная штука к существованию а именно значит этот значок перевернутый а обычно как любое или для любого на пути для любого и это что-то называют аквантом всеобщенностью ну давайте проведем пример какой-нибудь вот например 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 какого-нибудь утверждения которого получалось бы вот путем навешивания какого-нибудь прадикат квантера квантера всеобщенности так чтобы оно было бы например истинным ну да давайте ну вот эта вот штука здесь любая вообще это общая общая постановка например условия того что какая то штука каком-то множество это штука можно рассматривать даже как предикат зависит от вот этой перемен ну вот пожалуйста можно например так это не высказывание которое является истиной давайте поговорим подробнее у нас довольно часто мы хотим делать такого типа утверждения что если что-то выполняется то что-то другое тоже выполняет а вот например у меня есть два продиката у меня есть практика входа который проверяет что и есть предикат и я хочу сделать такого типа утверждений я хочу сказать что если я хочу сказать что верно вот что значит для всех натуральных м а если вот это высказывание я хочу сейчас записать вот эту вот штуку я ее написал словами я ее хочу записать а с помощью квантера двух продикатов которые которые я были слышим вот это вот это вот это и и операции которые логические операции которые мы обсуждали вот как вам нет что я хочу вот давайте вот давайте начну вот так вот натурального а вот я хочу какую-то формулу я хочу использовать вот эти вот два больше 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 чем использует то и андрей точке 4 допустим почему вот это вот что это не то что мы например вот это утверждение говорит следующее она говорит что для всех верно одновременно тогда получается тогда получается что вообще все числа 9 4 или все числа не то что мы хотим если у нас истина тоже истина и как бы и вот это хороший вопрос и поменять да давайте посмотрим что получится смотрите давайте внимательно посмотрим сейчас на формулу которая у нас получилась очень хорошая формула и смотрите я утверждаю следующее я утверждаю что для всякого n выполняется хотя бы одно из двух утверждений либо n не делится на 4 и тогда я утверждаю что эти н хорошие либо если так оказалось что неправда что н не делится на 4 тогда обязательно должно выполняться я должна делиться на 2 то есть посмотрите вот то что сейчас написано вот вся вот эта форма вот это верно утверждение неверно если вы хотите сказать что оно неверно то вам нужно привести пример вам нужно привести пример такого n для которого это утверждение неверно доказывать что оно верно верно ну просто верно но если мы возьмем н не делящийся на 4 то есть который у нас где у выдают неправда у нас значит будет правда ну так как у нас или то значит в целом выражение тоже даст правду если у нас не верно то есть н не делится на 4 да нужно два случая 1 не делится на 4 а тогда вот это вот это вот это вот это вот это все высказывание верно верно потому что не это правда не делится на 4 тогда это утверждение верно так как в этом случае вот смотрите это на самом деле ключевое место всей этой науки для того что нам очень важны вот такие переходы когда мы проверяем какое-то условие если это условие верно мы делаем под заключение и нужно обратно обратно увидеть действительно вот эта формула работает она проверяет проверять ровно то что мы утверждаем когда она выглядит немножко контр-интуитивно поначалу давайте может быть может быть было бы понятнее сделать вот смотрите давайте я скажу как у страны отрицание к вам смотрите если у меня есть высказывание существует такое что я хочу написать отрицание к этому высказыванию то что это что это за утверждение это означает что найдется это означает это означает что какой бы мы не брали как бы когда я перекидывал отрицание вот фанта acuerdo что неправда что что это означает если я говорю что не для всех верно вот смотрите почему я все это сказал давайте посмотрим давайте подумаем о том как бы я бы хотел бы написать отрицание если бы мне хотелось бы сказать что на самом деле это неправда неправда что такое высказывание неверно если это высказывание она давайте я попробую его формально записать я хочу написать что существует такое что неправда что я сверху давайте попробуем понять как как должен выглядеть например чтобы опровергнуть утверждение нам нужно предъявить какое число во первых потому что про числа который не делится на 4 вот это утверждение ничего не никакое число которое не делится на 4 не будет на пример а таким образом получается такая что посмотрите это вот я переписываю карты и так я нужно предъявить число которое делится на 4 и при этом что еще чтобы она была не делится на 2 не правда что это я написал отрицание к тому утверждению который хотел давайте теперь я формально напишу отрицание к тому что я сейчас написал отрицание к тому что теперь я должен написать отрицание к тому вот всем выражениям и давайте теперь раскрывать отрицание скобки при отрицании не и это вот ровно то же самое что у нас было написано выше как бы доказал еще один еще один способ может быть такой способ более прозрачный смотрите что я говорю я хочу выразить вот это вот что вы если по а для этого я сделал такую вещь я предложил рассмотреть отрицание это утверждение потому что а именно для того чтобы опровергнуть вот это вот это вот утверждение нам нужно предъявить такое число которое делится на 4 и одновременно не делится на а таким образом таким образом отрицание которое мы хотим записывается вот так значит само утверждение записывается наоборот я написал отрицание к нашему отрицанию и получил наше исходное утверждение дальше я раскрыл формально он по правилам раскладе скобки и получил вот ровно то что у нас было написано раньше оказывается что сказать что давайте я уж напишу значит что вот эта штука она написана следовательный герцер видимо компьютер мне недвусмысленно намекает что пора закругляться но тем не менее давайте я все таки говорю раз компьютер заработал а итак посмотрите вот эта штука вот то что здесь написано имеет специальное обозначение называется импликация и считается как следует давайте напишем импликация и на этом закончим импликация это то что в таблице импликация это вот смотрите импликация а следовательно б это то же самое что не а не а или вот это утверждение которое который следующий если а верно тогда б тоже верно давайте запишем таблицу истинности вот у меня а и б бывают либо одновременно истинными либо вот так истинно ложь либо ложь 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 давайте нарисуем таблицу истинности а если а и б оба истинны то а следовательно б истинно потому что б если а истинно а б ложь ложь потому что в этом случае б ложь и не а должно дальше если а ложь а б истинно и истинно истинно а значит это истинно и наконец последняя строчка это немножко контринтуитивно потому что